Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Павел Андреевич, я заведующий консультативно-диагностическим отделением перинатального центра 24 больницы и хотел бы с вами поговорить о том, как акушер-гинекологи считают сроки беременности. Очень часто встает вопрос, когда женщина только-только с задержкой менструации происходит, и она делает тест и узнает, что она беременна, и доктор говорит, а у вас уже 4-5 недель беременности. И это ставит женщина, как правило, в тупик, потому что она же понимает, что с момента зачатия прошло чуть больше двух недель. Давайте разбираться, что происходит. Реально, конечно, беременность наступает в середине цикла. В середине цикла менструального где-то через 2-3 недели после менструации, после первого дня после менструации, происходит овуляция. Из яичника выходит яйцеклетка, яйцеклетка, и в течение одного-двух дней она оплодотворяется сперматозоидом и реально наступает беременность. Через 8 дней после того, как произошло оплодотворение, яйцеклетка уже зародыш, внедряется в стенку матки и начинает развиваться ребенок. И уже через 2-3 дня после того, как эмбрион стал врастать в стенку матки, в крови появляется так называемый хорионический гонадотерапин человека, ХГЧ. Такая сложная аббревиатура, но именно этот гормон и является очень важным в плане диагностики беременности. Именно на него направлены все тесты, которым мы получаем две полоски и узнаем, что беременны. Вот этот гормон появляется примерно через 3 дня после того, как эмбриончик начал внедряться в стенку матки. И на этот момент у женщины еще не должна была даже прийти ее следующая менструация. И она должна появиться только через 3-4 дня. И реально беременность, конечно, наступила в середине цикла. Но мы, как правило, не знаем, какой конкретно день наступила беременность. Единственная ситуация, когда мы точно знаем день наступления беременности, это когда происходит экстракорпоральное оплодотворение, мы под микроскопом смешиваем сперматозоид с яйцеклеткой, соединяем и узнаем, что в этот день наступила беременность. Когда это происходит все в организме, мы точно не знаем, в какой день это произошло. И поэтому аукшер-гинекологи всего мира уже давно, больше 100 лет назад договорились, что считать срок беременности они будут не от момента реального наступления беременности, а с первого дня последней менструации. И получается, конечно, у нас некоторые несогласования. Мы понимаем, что беременности тогда-то еще, конечно, не было, когда была последняя менструация. Но срок беременности мы считаем именно оттуда, с первого дня последней менструации. И вот этот аукшерский срок, он примерно на две недели больше, чем реальный срок развивающегося эмбриона. И срок беременности, который мы говорим, предполагаемая дата рода в 40 недель, мы считаем эти 40 недель именно с первого дня последней менструации. И все аукшерские сроки, которые мы ставим в виде диагноза и в плане введения беременности, они считаются с первого дня о последней менструации. Запомните это и не дайте себя запутать.